А на Южном Урале действует Челябинская региональная общественная организация. Она называется Центр волонтерских объединений Челябинской области. Сбор средств для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, помощь ветеранам и пожилым людям, поддержка инвалидов. Все это то, чем занимаются волонтеры центра. Ну а более подробно об их деятельности мы поговорим с нашим гостем у нас в студии Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного центра развития некоммерческих организаций Челябинской области. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Доброе утро, Михаил. Скажите, пожалуйста, почему решили заниматься именно волонтерской деятельностью? Может быть, что-то подтолкнуло нас на это? Какой-то случай или это вот в крови и с рождения? Хороший вопрос, наверное, однозначного ответа нет. Моя личная история началась с этой работы еще в университете, когда я учился. Мы долго думали, чем заняться на нашем факультете с моей командой. И решили посвятить себя этой истории. И уже потом наша работа переросла в региональный центр волонтерских объединений, а затем в ресурсный центр. Это получается, сколько лет вы уже занимаетесь волонтерить? А с 2006 года. Ну, неплохой стаж. И все-таки какие проекты вы курируете, ваша организация, вы помогаете детям, помогаете пожилым людям? У нас есть несколько направлений деятельности на сегодняшний день. Номер один – это, конечно, поддержка техни коммерческих организаций, которые привлекают добровольцев, обучают добровольцев, помогают развивать, в принципе, всю эту, безусловно, положительную историю. Ведь кто такой доброволец? Доброволец – это не только молодой человек, который, как мы жутим, помог перевезти бабушку через дорогу. Это не только молодой человек, который приехал в приют для брошенных животных. Доброволец – это юрист и адвокат, который бесплатно, безвозмездно, это называется волонтерство пробона. А, скажем, помогает некоммерческой организации или каким-то пожилым людям в защите их законных интересов. Ну вот, например, или, не знаю, вы, например, если выступите ведущим на том или ином мероприятии, боготворительной организации безвозмездно, вы тоже в этот момент абсолютно однозначно будете добровольцем. Ой, было, было такое, было приятно. А, может быть, есть какие-то примеры конкретной помощи людям, удалось кому-то собрать деньги? Ну, слава богу, примеров не счесть и по сбору средств, и по тому, как... Ну, у нас была, например, на мой взгляд, прекрасная... Я вообще против такого слова, как акция, но мы много занимаемся акциями по поддержке и развитию донорства крови и ее компонентов. Вот буквально сегодня я прилетел из Казани, где проходил Всероссийский форум службы крови и деятельность Челябинской областной станции, волонтеров, которые ей помогают, была очень активно отмечена. Это во-первых. Во-вторых, например, у нас есть прекрасная программа, когда волонтеры помогают пожилым людям, которым уже тяжело. Ну, например, делают ремонт, да? Где-то помогают с ремонтом, безусловно, где-то, например, помогают в поведении в порядок захоронений их родственников, что для пожилых людей тоже очень важно. А как-то заявки вам оставляют? У нас есть горячая линия 777-9050, на которую можно обратиться за оказанием поддержки. И мы направляем эту информацию по нашим различным волонтерским сообществам и по НКО, по профилям деятельности. У нас сейчас больше 30 некоммерческих организаций, активно привлекающих волонтеров. Кто-то помогает для поддержки пожилым, кто-то для того, чтобы помогать онкобольным, детям. Все по-разному. Мне знаете, что интересно, как можно вступить в ваши ряды? Вот вы сейчас так разрекламировали, что, может быть, многие захотели. У вас какой-то отбор или... Ну, способов несколько, но для того, чтобы нашим зрителям было проще, я предлагаю звонить по нашему телефону горячей линии, я еще раз могу повторить, 3 семерки 9050. И мы с удовольствием проконсультируем. На самом деле, все зависит от того, чем человек хочет заниматься. Если это пропаганда донорства, на самом деле здесь главное позитив и желание. Если это помощь людям с ограниченными возможностями, немножко придется получиться это сравнение. Вы все равно берете всех, в принципе, если есть желание. Нет, берем все главное желание. У меня, знаете, насущный вопрос. Я иногда еду на машине и вижу, что ко мне подходят люди с какими-то коробками прозрачными, да. И я не всегда делюсь деньгами. Это не волонтерство. Это что это? Это однозначно мошенничество. Мы про это очень много говорим. В любом случае. Это стопроцентно те люди, которые подходят к вам с коробками, это мошенники. Больше того, если сейчас недавно принято, ну, порядка полгода назад, декларация российская о благотворительности, где однозначно признается, что все сборы на улицах в любом их проявлении, кроме как, ну, вот как день города, какое-то мероприятие, где какая-то НКО что-то собирает, это мошенничество. К сожалению, у нас город в этом плане. Ну вот, открыли нам глаза. Спасибо вам большое. Спасибо. Обратите внимание, друзья.